Последний раз реконструкцию в детском парке на улице Сосина делали в начале 2000-х годов. Тогда там появились новые дорожки, скамейки с урнами, детский игровой комплекс, общественный туалет, которым никогда не пользовались, и спортивные площадки, которые уже пришли в негодности, были демонтированы. Вопрос обновления парка стоит уже несколько лет. В этом году проекты его реконструкции выдвинули на всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений. Однако ждать глобального обновления парка не стоит. Горожанам не следует ждать того, что в рамках реализации этого проекта появятся все культурно-досуговые объекты, которые нарисованы, представляются на конкурс. Дело в том, что, естественно, часть из них должны будут инвестиционными быть в рамках данной конкурсной процедуры. Аттракционов также не будет, так как грант не предполагает их закупку. Деньги в случае победы будут потрачены на ремонт дорожек, которые пришли в негодность, освещение, появятся детские игровые комплексы и культурно-досуговая площадка. В проекте реконструкции нашли свое отражение пожеланий горожан. У них большая просьба была сохранить вот это вот зеленое насаждение. Да, они не будут трогаться. Да, там нарисован большой игровой комплекс. Но все это на сегодняшний день, как показывает практика, возможно вписывать в ландшафт, в озеленение, как бы, и не затрагивать деревья. Естественно, есть желание провести обследование на аварийность деревьев. Да, если таковые будут иметься, естественно, они будут, возможно, и то, подчеркну, возможно, может быть и не будут, будут подвержены, как бы, вырубке. Также детский парк участвует в голосовании по выбору территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Выбрать его можно на сайте «Голос.ЗАЗ» 23 июня по 6 июля. Что касается конкурса по благоустройству среди малых городов, его итоги подведут в сентябре. Общая стоимость проекта составляет 105 миллионов рублей. Представленная заявка не окончательная. Перед ее воплощением в жизнь пройдут общественные обсуждения.